Терек 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 Дом у Жигалкиных на отшибе. Справа и слева соседей нет. Степь. Наверное, поэтому сюда, ближе к людям, где тени пища, слетаются птицы. Кажется, сразу все, когда в три утра по петушиной отмашке сообщают, пора вставать. Хозяин на зарядку. К турнику. Все, зарядка закончила. Доброе утро. Хозяйка уже с ведрами из коровника. Животина в ожидании. Сначала воды. Лошадям первым. Жарковато. Обычно ведра хватает. Как будто сухое сено ели. А вообще-то я им люцерное накачил. Лошади, нутрии и кролики – подопечные Виктора. Семейство телят и буренок на Валентине. Уже им почти по два месяца. Я уже с ними не справляюсь. Уже привязывать надо. С телятами этой весной же Галкины припозднились. Хоть и молочные силы немеренной. Это они еще ни травы, ни солнца не видели. Веревки с прошлого года залежались. Цепки привязали, а на пастбище их вывезти некогда. Куры уйти в рассыпную. Ты держишь? Да я держу. Так, чтоб нам их не догонять, надо привязать. Апрелька, 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 пойдем. Иди сюда. Не идет? Не идет. А, пошла. Пойдем, 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 пойдем. Не вытащите? Нет. Телка, Апрелька, бычок, красавчик. Упираются, как перед Голгофой. Свобода, оказывается, вещь страшная. С непривычки. Пора вам осваивать вольную жизнь. Как некоторые мужики. Не хотят быть казаками. И упираются. И этот на волю не хочет. Упирается. Казачество для Виктора Жигалкина – тема в любой ситуации самая важная. 20 лет атаман. Последние 4 года избрали стариком. Старик в казачестве – это не о возрасте. О мудрости, достоинстве, традициях. Он их не только хранит. Обязан излучать. Что он и делает. Кажется, даже когда спит. Хоть и не родился казаком. Бабушка у меня по материнской линии – потомственная казачка. Но когда ей говорили, ты ж казачка, она… Боялись говорить. Отец мой служил в кавалерийском корпусе даватора. У меня фотографии есть в казачьей форме. Ну вот. В общем, и все. А так, будем говорить, наш казачий род с меня начинается. Все началось в 90-е. Степновский район с Кавказскими республиками рядом. Тогда досталось всем, кто делит с ними границу. Что происходило, почему и кто организовал, понятно стало совсем недавно. А тогда… В 91-м году, с началом развала СССР, тут расцвел махровый национализм. Вдруг оказалось, что мы не такие люди. Начали обижать наших детей в школе. Девчонок насиловали. Ребята сбивали на дискотеках. Начали растаскивать колхоз, воровать скот. Даже дело дошло до того, что начали и людей воровать. Власть, вместо того, чтобы взяться за эти дела, жестко поступать, в то время какая-то была растерянность. И мы тогда поняли, что мы никому не нужны. Тогда и заговорили о казачестве. Поехал Виктор сдавать шкуры в Зеленокумск. Увидел объявление. Братья казаки, славяне, в это трудное для Родины время нам надо объединяться. Ну и там адрес оргкомитета и так далее. Я и за шкуру забыл, поехал туда. Сам вступил, односельчан сагитировал. Колхозы разваливались, получили немного земли и старенькую технику. Собрались вместе, стали работать. И учиться жить по-другому. Сначала навели порядок в селе, патрулировали улицы. Больше всего пришлось поработать в клубе, на дискотеке. Года два я ходил на эту дискотеку с нашими казаками. Навели там порядок, появилась нормальная музыка. Тех, кто вел себя бесцеремонно, поставили на место. На место тогда ставили жестко, без церемоний. Время было такое. Зато сейчас все тихо и спокойно. Не только в Ворениковке, и в соседних селах, где казаки. Александр Калинин живет от границы края подальше. Таких приключений, как Степновцы, в 90-е не испытал. Да и помоложе будет. Как к этому пришел, я даже не знаю. Это что-то, видимо, может в крови, может. Все, проснулся и решил, что мне надо коня и шашку острой. Никогда я этим не занимался. Вокруг меня всегда было много людей, друзей, товарищей. Я пришел, как-то вечером всех собрал и сказал, что надо пойти всем в казаки. Что это серьезная возрождающаяся сила. Очень относятся осторожно, как только узнают, что спиртное неприемлемо. Как же атаманская чарка и все остальное. И отказались мы от алкоголя не по каким-то там религиозным убеждениям или еще о чем-то. Просто глаза открылись. Ну, сейчас реально происходит геноцид народа. Путем спаивания наркотиков и всего остального. Потому что у нас дети растут, они же на нас смотрят. Поэтому решили убрать полностью это все. Даже перестали работать. Начали трудиться, да. Земли у Александра по казачьим меркам немного. Но для овец и лошадей хватает. Даже верблюды есть. В Донском здесь своеобразный центр единомышленников. Из Москвы приезжают и вообще из разных концов страны. Кому надоел городской зефир? Пожить в палатках, грязь помесить, за бычками и овцами погоняться. Смысла жизненного поискать. Дмитрий Денисенко, например, из Рагулей о том, что из казачьего рода, не забывал никогда. С малых лет резал камыш, вязал маты. Подальше от колхоза. На воле. Работа тогда непрестижная. Хоть зарабатывал раз в пять больше, чем тракторист или доярка. Труд тяжелый. Это мы сейчас так думаем. А молодые мы хотели. Как насчет спешить? Спеши, чтобы быстрее. Да, раз и пошел. Это я молодость вспоминаю. Представляете, дыхалка как работает. Откуда у нас гири тогда не было? В армии я, можно сказать, первый раз гири увидел. Ребята подходят до двухпутовки. Ну, не могут толкнуть. А я подошел ее. Первый раз за свою жизнь. Двадцать раз. Бабах. Физически очень тяжелая работа. Это правда. Вот мы скосили всего шесть штук. А до моей нормы, как я скашивал, триста. Это у меня норма была. Триста. А в колхозе никто в роду и не работал. Деды были верующими. Трудились при церкви. В 37-м году дедушку расстреляли. Церковь у нас деревянная была. А весь церковный совет расстреляли. В том числе моих двоих дедушек. Василия, Тимофея. Дети их не остались, как дети врага народа. Получается, отец мой в 14 лет остался без отца. И когда прошла война, 41-й год, его поначалу даже и на войну не взяли. Ну, тем не менее, 14 сентября, его как сына врага народа, естественно, забрали на фронт. И он как пошел, и по 1947 год. Прошел он всю Европу. Документы китель отцовский хранит до сих пор. Разговоры шли тогда. Мол, камышатники всю войну просидели в камышах. Красноармейская книжка сохранилась. Какая обувь, какая фуражка, какие ранения. Вот он пулеметчик. 16-городейская механизированная ордена Кутузова Богдана Хмельницкого. Танкая армия. Я уже на памяти. В казачество вступил в числе первых. А вот земли колхозной не получил. В обиде. Хотя в Северной Осетии земельных поев людям вообще не досталось. До сих пор казаки пытаются отстаивать права. Не получается. Раньше Троицкая была самая богатейшая земля здесь. Ковали хлеб, молоко здесь. Все продукты, которые необходимы для нашей республики, все вырабатывалось вот здесь, на этой земле. Ну, не только здесь, вообще Мозговский район весь. По голове, просто у нас земли были самые большие всех и самые хорошие земли были. Ну, после того, как наша страна попала, так сказать, в бездну, все разошлись и здесь все разошлось. Получается, что бои наши, они себе прибрали к рукам. Которые должны быть нашими. Так и живут. Кто-то землю арендует, кто-то строит балаганы в собственном огороде. Конечно, с землей работать это... Дети ругаются, мама, бросайте. Я говорю, ну что мы с папой до упаду работаем. Мне нравится заниматься этим делом. И когда свои плоды видишь, приятные. Хозяин тот, кто выше нас. Мы кто? Букашки. Хозяйство Владимира Голоскокова видно с дороги. Свалка здесь была промышленная. Выкупил, очистил, привез земли. Развел бычков, птицу, посадил березки. Чуть холоднее стало, прохладнее. И скотина лучше стало есть. Пожареть чуть слабее не. Вот так казаки на Северном Кавказе работают. Не только казакуют, но и живность держим. И вот все, что у нас проблема, это у нас земли нет. Уставы колхоза чуть переделали и все. У нас нет, как у вас в Ставрополе поел. Мы, например, хотели бы иметь гектар 200-300 земли своей, чтобы свои корма уже полностью были. А так приходится это все закупать. Как мы поняли, в округе больше всего земли. У степновских казаков. На Ставрополе. Виктор Жигалкин говорит, не просто так упало с неба. Отвоевывали каждый кусочек. То, что им было положено. Фонд терского казачества правительство выделяло земли и не раз. Только на местах выполнять постановления, как раньше не спешили, так и сейчас не торопятся. Не давали местным властям приторговывать, на страну, объявляли голодовки, митинговали. Начали хозяйство банкротить и приходить на нашу землю рейдеры. Мы начали с ними судиться. Помогали нам из края. Я был атаманом два срока. За это время, через мою подпись, через суды, мы забрали где-то тысяч семь гектар. Сейчас у нас в аренде находится 11 тысяч гектар земли. Мы поняли, что работая на земле, водку пить нельзя. И многие пить побросали. Благодаря вере и воспитанию наши казаки начали рожать много детей. В среднем казачья семья молодая. Это трое-четверо детей. Ну, а есть две семьи, по семь детей. Моего сына Дмитрия 11 детей. Ну, как бы пример для других казаков. Ну, и столько людей, столько детей. Можно прокормить только на земле. Другого у нас нет. Землей занимается старший сын, Иван. Выращивают 15 видов культур, в том числе редких. Вокруг земли вся семья. Соседка тетя Люба говорит, ну, как вот я прихожу и пирожки принес. А где ты взял? Я говорю, да, я говорю, тетя Люба, ну, напекли. А тут разделись, у нас печка, две сковороды, жарень тут. В трусах ходим, пекем пирожки. Она, мол, то не верю, что ты, наверное, вот у вас там женщина появилась на хоторе. Ну, думаете так, думаете так, кушайте. Потом, да, действительно, убедилась, пришла, посмотрела. Мы можем и пирожки печь, и пироги можем печь. Даст Бог, может быть, будет у нас действительно казачий хутор. Главное нам объединиться. Кто-то будет спекать хлеб, кто-то пирожки, кто-то варить борщи. И кушать большой, огромной семьей. У Александра Лунева ферма на хуторе. Работает с другом. Жене с сыном это неинтересно. Вообще, женщин сюда ничем не заманишь. А хочется, чтобы все вместе. Да, растидишь, отдайся, придет таска, кружи, ножка, пойди, разгуляйся, придет. Вот грузим, думаем, да кто ее будет жрать, вот эти будылки. А зимой ее вскрываешь, как будто она помолодела. Тоненько, мягенько, солнышко, мороз градусов 20, снежок, овечка наелась. И ты вот сидишь, аж и самого в сон клонить на душе хорошо, радостно. Так должно быть везде, полностью. В нашей России, в нашем крае, везде. Либо иначе не будет никаких интересов ни у людей. Потому что наше поколение вымирает. В прошлом году Александр продал баранов. Заказал позолоченный 12-метровый крест, чтоб сиял на солнце и виден был издалека. Позвал друзей, установили на горе, над просянкой. Наверное, это был крик отчаяния. Самое страшное для меня, что это вот на мне это и закончится. Не именно на мне, на моем поколении. Это для меня очень страшно. Стараемся привлечь детвору. Если мои дети кровно это не продолжат, пусть придет любой другой детеныш. Главное, чтоб он был казачок и продолжил. Пусть забирает и вперед. Мне это не жалко. Было бы у нас, как говорится, объединено казаки. Не важно, у меня на хуторе или еще у какого-то казака где-то. На винограднике, в саду. По звонку шуманул. Прибежали сюда, бах, там 2-3 копны. В течение дня сделали. Люба. Завтра к другому нету. Всем надо деньги. Бесплатно, никто не хочет ничего делать. И разбили души. Души казачьи все разбиты. Вот болит душа. Как нас объединить? Как нас вместе сделать, чтоб мы были казаки? Любой вопрос. Чтобы мы собрали сотни человек, построили храм, собрали сотни человек, сыграли для детей фестиваль. Любое движение, чтоб это было нас по духу. Местные казаки Сашу заметили. Приехали познакомиться ближе. Сена помогли перекидать заодно. Вместе будут создавать большую казачью семью. Не по крови, так по духу. Ну, давай, поехали. Оп. Оп. Три. Четыре. Вот. Чувствуется мышца. У Жигалкиных получилось и по духу, и по крови. У Виктора семеро детей. Старшей дочери Василине 40. Младшему сыну Василию 7 лет. Жена вторая. Первая умерла при родах. Познакомились мы вообще через его дочь. Я дружила с Василиной еще с молодым. Ну, вот решили. Он один, я одна. Одинокие сердца встретились. Получилась семья. Василий строгий, немногословный. Положение обязывает. Казак. У него не только куча братьев и племянников. Привыкает еще к одному статусу. Я уже дедушка. Внук есть, Святослав. Тебя разрешают его подержать на руках? Ну, на руках-то нет. Он тяжелый. Всего в семье Жигалкиных 31 человек. С братьями, сестрами, племянниками, внуками и правнуками. Когда-то старшие дети разъехались по городам учиться. Постепенно вернулись все. Попробовали на вкус городской жизни и вернулись. Старший сын мне все время говорил, я от вас уеду. Ну, уехал и, собственно, помотался, в армии отслужил, поработал. И вернулся, и приехал, сказал, я буду жениться, и все. И дочь, я очень рада, что она вернулась, потому что муж у нее казак, такой добротный парень. Вот у них уже ребеночек родился четвертый месяц. Василина – психолог по образованию. Поняла, ее профессия пригодится и в семье, и в коровнике. Там, где ей комфортнее. Пошли, пошли, пошли. Маша, проходи. Сейчас вот в полпятого, зимой попозже. Уже даже в 20 минут пятого я здесь. Занимается рассвет. Солнце. Каждое утро оно разное. Рассвет всегда разный, всегда красивый. Фотографирую. Птицы поют. Здесь тишина, потому что вот этого шума, тракторов еще нету. И начинаем. Здесь покричать можно. Я тут на дойку кричу им. Они поднимаются, коровы, да. И идут. И все, начинаем работать. Иван – юрист. В городе мог бы работать в хорошем месте. Но вернулся. Я не прижился в городе. Ни мое, ни смог. И я приехал сюда, и я понял, что я тут нужен. С образованием нужен. Когда отучился младший брат, говорит, я хочу в городе остаться. Не вопрос, брат, оставайся. Только живешь сам. Добьешься сам чего-то. Пожалуйста, флаг тебе в руки. Не сможешь, всегда возвращайся сюда, ты нам нужен. У нас тут возможностей больше воспитать достойное потомство, то жизнеспособное потомство, которое не потеряется, которое чего-то добьется. У Ивана четверо детей. Говорит, по казачьим меркам это минимум. Их не только нужно родить, но и, конечно же, в голову их что-то вложить нужно правильно. Их нужно учить, их нужно воспитывать. Поэтому тяжело. Ну и казачество, да, у них какая-то задача есть, чтобы многодетные были семьи. Ну, а там уже как Бог пошлет. Это слишком много, они бы нам не ладали так много. Вот две строчки хотя бы напиши и все. Русская нация сильно стареет. Если семья большая, то это или алкаши, или верующие еще. Вот бывает так спросят, а вы что верующие? То есть считается, что это плохо как бы. А тут полная семья. У сына должен быть брат, сестра. Также у сестры мама, папа, брат, сестра. То есть все должно быть, там минимум четверо должно быть для того, чтобы они были не ущемлены. Средний брат Дмитрий из села не уезжал. Время на учебу не тратил. Сразу решил, будет жить в селе. Женился. К 37 годам пополнил род Жигалкиных на 11 человек. Сейчас я вот это уберу. Завтраки ваши тут на подоконнике. Это самые малышики у нас, да? Еще Варя меньше. Ей полтора годика. А я старше в маленьком. Остальные где, ребятишки? Остальные в школе все. Старше вы сколько? 18. 11 класс заканчивает. Как вот, молодая мама, да? 15 детей. Как это так удалось? Как получилось? Ну, так получилось. Так Бог дал, наверное. Зарабатывают на жизнь с детства. Димка на лошадь сел в 9 лет. На машине научился еще раньше. А вот что сложнее, на лошади или на машину? На лошади, конечно. С 6 лет начал ездить со мной на машине. Обычно как? Едем на охоту. Вышли, пешком прошли. Назад до машины возвращаться тяжело. Ну, что? Дима пешком по глубокому снегу не пойдет, зато на машине поедет. Раз показали, второй раз. Начал ездить. Восемь лет уже ездил, как взрослый. Сейчас как бы ездит на любом виде техники. На 11 лет на КамАЗе как бы уже отгружал из-под комбайна. Дети всегда останутся рядом, если им создать условия. Самая старшая дочь пойдет учиться на агронома. Планируем построить ей комплекс парников. Вторая дочь на бухгалтера. Ну, тоже, думаем, создадим ей какие-нибудь условия для того, чтобы у нее был свой офис. Для чего, казалось бы, лошадь даже в селе, когда машина под боком. Это со стороны, кажется, антураж, память о прошлом. Для казака важный элемент казачьей справы. То есть снаряжение, которое казак всегда справлял сам. Стасу через неделю в армию пойдет в ВДВ. Казаки из окружения говорят, вот там и отдохнет. Это для кого-то армия тяжелый труд, но не для него. Это школа жизни своеобразная. Есть школа, есть садик, есть армия. О лошадях знает все. Во-первых, парень сельский. Но главное – казак. Арбат – дончак, выносливый жеребец. Снаряженного всадника будет нести 100 километров. Это транспорт передвижения, который проедет везде, там даже где машина не проедет. И в то же время он бесшумный. Не всегда, но бесшумный. Самое главное – не проходить сзади. Потому как тоже та же самая муха, не муха, он ее отогнать решит и попадешься ты или твое колено. Конь должен быть крепким и здоровым. На нем не пашут, не возят грузы. Его хорошо кормят. И постоянно, ежедневно, по несколько часов тренируют для войны. Мало научить всадника, надо коня научить. Во! Еще раз. Во! Лушать всадником – один организм, практически кентавр. Но к этому его надо приучить, объездить. Владимир Аненков в этом деле человек опытный. Стой, сыночка, стой. Стой, а ну не прожимай. Стой. Прожимай. Стоять. Главное не кричать. Ну как ребенка обучаешь ко всему, так и его же обучаешь. Чтоб он выполнял свою миссию, выигрывал все на свете. Ма! Оп! Оп! Опа! Оп! Оп, мальчик! Оп! Ма! Самое главное, Вова, не торопись. Давай, Кунак, давай! Вова слушается. Вова опытный у нас. Он их обучил уже не один десяток. Лет 20 назад купить справу было практически невозможно. Ни одежды, ни амуниции, ни оружия. Еще надо было понять, как все это выглядит. Не приблизительно, а с точностью до деталей. Учатся шить одежду, плести на гайки, ковать шашки. У Калинина интерес к клинкам. Сначала изучал, рассматривал, коллекционировал. Потом решил попробовать сам. Ковать. С нуля. Пошел. Просто в центр долби. Секи! Ловко получается. Вот так вещи тянут за собой историю. И поступки, и внешний облик. Люди в непривычных одеждах во дворе Александра Калинина говорят, не для нас нарядились. Откуда красавцы? С какого-то праздника? Они так ходят по жизни. Они же так ходят. Не может такой быть. И в школу? И в школу. Вот так и вы ходите? Я в банке хожу на работу. В первую очередь родители для кого образ? Для детей. Соответственно, если батя, мать ходят в традиционной одежде, соответственно, девочки растут, не загаляются, не продают себе, не торгуют своей красотой. Бешмет у меня, да? Он шит по старым образцам, по старым выкройкам. Из валеной шерсти по весне мы конный переход делали. В седле ночью очень тепло, хорошо, удобно. Плюс даже вот в дождь сверху попадает, не промокает и скатывается, да? Нам объясняли сложности казачьего наряда. Яркие лампасы обязательно в три пальца шириной, чтобы в бою отличить своего от чужого. Наборный пояс не только подчеркивает казачью стать, но и несет на себе килограммы оружия. Или башлык. Наверное, самая говорящая деталь в костюме. Потому как башлык одет, можно было определить на службе, идет по важному заданию, или принес донесение, либо отдыхает. Надежда Шилаумова была обычной швеей. Зять стал общаться с казаками. Пришел и говорит, вот, мам, ну ты шьешь, мне надо рубаху сшить. Я ему сшила рубаху, принесли, там показали, какая-то была рубаха. А дальше самой стало интересно. Захотелось не стилизовать, а создавать именно такие вещи, которые носили казаки в старину. Посмотрела то, что мне принесли, думаю, вот если здесь вот так, оно будет выглядеть лучше. Последнюю я шила, черкесскую, она вот действительно получилась такая, как вот в книжке. Чтобы сегодня казакам возродиться, нужно вернуться к родовому духу, к ладу жизни, то есть быть им внутренне, по-настоящему. Казак – сын своего народа, сын своего отечества. Отечество – это все то, что подарено отцами со стародавних времен до сего дня. Это и язык наш, и вера наша, и культура наша. Второе – казак – воин Христов. А воин, прежде всего, воюет внутри себя со своими страстями, а во вторую очередь со страстями мира. Казак – хозяин, хозяин своей жизни и на своей земле. Он право имеет. Хозяин создает мир. А пришлый или тот, который не является хозяином, он всегда будет делать гадости. Разрушать, уничтожать, убивать и все. Когда человек приходит и видит, что в доме нет хозяина, он начинает претендовать на роль этого хозяина. Вот так и происходит с теми же кавказцами. У них воспитание такое, да, пришел, должен стать ты. Все правильно. Если и среди нас таких нет, ну, естественно, он придет и будет претендовать на это дело. С соседями живут дружно. А как по-другому, когда так похоже? За много веков вместе кто у кого и что перенял. Казаки у горцев или горцы у казаков? Крещенские праздники курские казаки встретят на тереке. Под открытым небом лучшая купель. Все станицы приезжают, со всех сел. У нас и Кабарда, и у нас соседи, и у нас все все. Просто прознали. Огромный здесь фейерверк, салют ставим, 50 залпов влупим. Все знают, ага, ростовановцы сейчас начинают крещение праздник. Ставим здесь 6 столов длинных по 5 метров, 5 казанов, где-то баранинка, потому что к мусульмане у нас тоже есть. Мы тоже в мечеть к ним ходим, когда какое-то там горе или несчастье, ихний праздник, идем просто там. Тебе чай, я говорю, едели, постояли, вышли, да. Так же они крестятся, у нас тоже был Адам товарищ. Мы раз казаки в воду не зашли, смотрим, уже поплыл. Ну поплыл, я говорю, Адам, он, а, был Адам, перекрестил, стал Андрон, вылазь. Все нормально, живем дружно, друг друга главное уважать. В Зеленой роще казачество вообще многонациональное. Есть даргинцы, корейцы, армяне. Но присягнули только после того, как приняли крещение. Некоторые даже имена сменили. Был 25 лет ватчиком, стал Сергей. Пошел, покрестился и на следующий день, получается, вступали в казаки. Пошел, вступил в казаки. Мы просто корейцы, а по воспитанию, по душе мы, ну, как вот в России. Широкая душа. Когда, вы знаете, Азово-Мозговскую линию поставили, там подъезжали мужики российские. И тоже там уже были села. Но одно село оказалось такое бойцовское. Мужики туда-сюда прослышали, что там казаки не хотят ехать. Подошли от Аман, говорят, да вот мы готовы, давайте мы поедем там, вот хотим, так сказать, поучаствовать в заслоне рубежей своих российских. Было добро дано тогда императрице эту станицу расказачить, а то село оказачить. И мне тогда как эликсир на душу, то, что меня постоянно угнетало, что мы вроде бы не такие, я понял. И лично я для себя сделал вывод, казак – это состояние души. И самое главное – вера. Обязательно православная. Это единственная на Северном Кавказе старинная деревянная полковая церковь. Сохранилась в Черкесске. Покровский храм. Построен почти 300 лет назад. Храм был принесен хаперскими казаками на руках. Сначала в станицу Ставропольскую, ныне город Ставрополь. Затем в 1825 году церковь казаки опять-таки принесли на руках, по бревнышку. Сначала она стояла в центре города, потом ее принесли сюда, собрали уже здесь, а вот она уже, можно сказать, почти 100 лет стоит и животное в этом месте. Веру свою казаки до сих пор носят на руках, а ведь пробирались к ней через долгие годы безбожия. Учились осенять себя крестом, держать посты, молиться, жить согласно заповедям. Начали строить храмы. В селе Троицком, что рядом с Моздоком, церковь строят благодаря вещему сну. Его увидел Геннадий Никонов, ярый атеист и коммунист. Просто чудо какое-то. На утро я видел во сне Божью Матерь, и стояла толпа людей, я говорю, люди, смотрите, Божья Матерь на небе показывают. Они сказали сразу, не видим. Я батюшек спрашиваю, батюшки, за что? Никогда же в жизни Бога не верил. Девчонок чужих любил, водку иногда пил. За какие заслуги? Батюшка мне говорит, у тебя какая-то сильная защита есть. Из родственников тебе кто-то Бога сильно верил, наверное. Бог тебе дал увидеть свет. Строят всем миром. С воды вот эти все, все заливалось вручную, делалось все впервые, никогда в жизни ничего не делали. Просто помолились, Господи, уразуми, помоги нам, чтобы не получилось, чтобы что-то неправильно, чтобы безбожники не шли, не смеяться. У казаков есть 10 заповедей, и некоторые из них, они переплетаются очень тесно с православием. Одна из первых, как гласит заповедь казака, погибай, но товарища выручай. А если подумать, это перефразированные слова Христа. Нет большей любви, чем душу свою положить за други своя. Вспомним мы другую заповедь казака, которая гласит, что надо трудиться и не находиться в праздности. Слова из Священного Писания, послание апостола Павла. Кто не хочет трудиться, тот да не ешь. Казаки стараются трудиться. У них есть земли, они выращивают хлеб. Так и детей воспитывают. Молебном и крестным ходом начинается любое казачье дело. Тем более, если оно затевается с детьми и для детей. У казака ни земля не объединит, никакая ни зарплата не объединит, а именно дети. Дети – это наше будущее. Мы должны привить патриотизм и здоровый патриотизм. Не на фоне общего врага, а патриотизм на созидание. Времени детям казаки уделяют много. Здесь, на поляне в Петровском районе, мы встретили почти всех наших героев. С детьми и внуками. Мы все горячие, поэтому надо еще выпустить немного пара. Пар можно выпустить в хороводе. Побежали. Побежали, побежали. Казачьи фестивали, выезды в поле. Условия здесь спартанские. На взгляд изнеженных горожан забавы совсем не детские. Мы готовим ребят к чему? К защите Родины. Не на улицах хулиганить нигде. Не на Родину защищать. Ребенок должен идти уже подготовленным. Все, что хотите. А эти ребята, они подготовлены к простой, реальной жизни. Организовывают все сами казаки. На этот раз с местным батюшкой. Отец Петр тоже потомственный казак. Дай Бог, чтобы дети наши долго помнили этот праздник. И вообще мы хотим его закрепить здесь ежегодно. Место-то у нас красивое. Господь нас ничем не обделил. Все у нас есть. Это не только праздник для детей. Для взрослых повод встретиться и поговорить о том, что особенно болит. Сильно она будет казачьей в том случае, когда она станет вот таким, единым. И не надо делить. Я противник того, чтобы делить на общественное казачество, реестровое казачество, еще какое казачество. Казак один. И казаком надо быть вот этим и вот этим. Умом и сердцем. Казачество – это не ИП, не ООО, не какое-либо предприятие. Это духовно-нравственное. Это все-таки идея возрождения казачества. Идея сильной России. Деньги надо забрать полностью. Исключить их. Это же яблоко раздора. И все, сразу все выварится. Останутся те, кому это надо, которые действительно, у которых это в крови горит. Искры от такого огня летят далеко. Питерские музыканты загорелись от старинной казачьей песни. Четверть века они возвращают из далекого прошлого слова и звуки, из которых складывается душа терского казачества. Песня действительно душа народа. Она все-таки личная. И она в невидимом мире где-то существует. Что такое песня? Поем – есть. Не поем – нет. А на самом деле она есть всегда, только не в этом мире. И мы в этом мире немножко к ней прикасаемся. Братина собирает их по крупицам, разъезжая по казачьим станицам, пропуская через себя сотни текстов и мелодий. А когда возвращают их к жизни своими голосами, на время забывают, что просто артисты. Не казаки. Не присягали. Нам иногда говорят, ну что вы там поете, кому это нужно? Ну нужно, в том-то все дело и нужно. Потому что мы не замечаем, как это нас организует, как это нас воспитывает. Не только нас. Если мы это делаем честно для себя и с полной ответственностью и отдачей, это не может не повлиять на то же молодое поколение. Помню, когда мы в Смоленске выступали. После выступления подходили девчонки и плакали. Мы говорим, а что ж ты плачешь-то? Я, говорит, не понимаю, но я, говорит, впервые почувствовал, вот от этих далеко уже не мачо-возраста мужчин впервые почувствовала мужское начало. Потому что она говорит, я вижу, что в странах-то вокруг очень много ходит молодых людей, но мужского начала нет. И вот она это прочувствовала. И пусть она сама не понимает, почему, но у нее это вызвало слезы. Именно традиционная песня способна объединять людей. Когда мы поем, мы чувствуем, что мы часть чего-то большого. И когда традиционная культура живет, то наш весь народ ощущает себя каждой частью огромного большого народа. И тогда этот народ не сломить. Вот это очень важно. Человек очень часто спрашивает, батюшка, а зачем? Уже все прошло, уже гранит не надо охранять. Уже лошадей никому не нужны. Вот как объяснить человеку, который живет в квартире, как передать ему те ощущения, которые ты испытываешь, когда ты несешься на коне, во всю прыть. Чувство свободы, пьянящая. Когда у тебя кровь бурлит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь любой подвиг совершить. Многие народы, они просто исчезали с лица земли, потому что они считали для себя неприемлемым быть в рабстве. То есть они понимали, что или мы умрем, или мы будем жить так, как мы в наших традициях, культуре. Либо мы в себе вот это возродим и передадим это детям своим, внукам своим передадим. Ай да что ни на море было, ой да... Вот он, смотрите. Это зеленый, это чабрец. Очень полезная трава от простуды. Вот, видишь, где мы живем? Степ какая, посмотри. Какие просторы. Так будем жить на вольной земле, вольными хозяевами. Потому что мы казаки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok